МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от оплаты труда работника. Вся эта сумма идет на формирование страховой пенсии. Нововведением в отечественной системе социального обеспечения стала передача ответственности за будущие пенсионные выплаты самим гражданам. О том, как можно распорядиться своими пенсионными накоплениями, смотрите в нашем следующем сюжете. Работающим гражданам моложе 67-го года рождения до конца этого года предоставляется возможность самим распорядиться своими пенсионными накоплениями. 22% страховых взносов от вашей оплаты труда в пенсионную государственную систему работодателям можно разделить, 16% оставить на формирование страховой, а 6% определить как накопительную часть. У многих может возникнуть вопрос, для чего это нужно. Государство, обеспечив граждан возможностью формировать накопительную пенсию, предоставило нам право самим распорядиться ее инвестированием. А это значит, что вы можете передать ее в управление рыночной инвестиционной компании, либо перевести в негосударственный пенсионный фонд под более выгодные для вас проценты, или оставить пенсионную в фонде Российской Федерации под управлением государственной управляющей компании. Для этого необходимо только прийти в отделение пенсионного фонда и написать заявление. Если вы не примете решение в этом году или до конца следующего в случае принятия закона, то деньги дальше делиться уже не будут, они пойдут постоянно только в страховую. И надо отметить, что накопительная часть пенсии передается правоприемникам по наследству, а страховая – нет. Два обучающихся средней школы номер один – Александр Шамаров и Максим Суботин приняли участие в осенней сессии в школе для одаренных детей «Ступени к Олимпу». Ребята прошли конкурсный отбор – Александр Шамаров по направлению английский язык, а Максим Суботин по направлению география. Для этого им пришлось победить в школьном и городском этапе предметных олимпиад, а также показать хорошие знания на Олимпиаде в Смоленске. К нам пришло письмо в школу с приглашением этих детей для участия в школе для одаренных детей. Мы побеседовали с родителями, с учениками, они откликнулись положительно. Школа для одаренных детей «Ступени к Олимпу» организована на базе Смоленского государственного университета. Там много было очень интересного всего. Я узнал очень много на самом деле. Ну, немного там было ещё на повторение занятия. И мне очень там всё понравилось. Я хочу ещё раз туда съездить и буду туда приезжать и участвовать на Олимпиадах. Обучение в школе для одаренных детей помогает подготовиться к олимпиадным работам. И, конечно же, определиться в дальнейшем с выбором будущей профессии. Мне понравилось очень занятие и преподаватели. Очень интересные люди, очень интересно с ними общаться. Сами занятия очень интересные, очень грамотно составленные. В будущем я бы хотел связать свою жизнь с английским языком. И я очень рад тому, что СмолГУ предоставил мне эту возможность развиться в этом направлении. И надеюсь в будущем поступить в этот университет. Мы от души желаем этим увлечённым юношам успехов в учёбе, побед на Олимпиадах и отличного окончания школы «Ступени к Олимпу». А также надеемся, что в предстоящих предметных Олимпиадах будут ещё победители, достойные обучения в школе для одарённых детей. Есть в нашей жизни прекрасная традиция отмечать юбилеи. Юбилеи бывают разные – маленькие, большие, радостные и грустные. Но это всегда итог. Итог прожитого отрезка жизни. Сегодня свой 30-летний юбилей празднует Десногорский дом детского творчества. В сентябре 1985 года в посёлке Десногорск открылся Дом пионеров. В нём работали 9 кружков – цветоводство, фото- и изо-студии, радиотехнические, макроме, кулинария, вязание, судомоделирование, бальные танцы и ещё школа пионерского актива. Занимались в кружках более 50 воспитанников. Педагогический коллектив из 10 человек возглавляла Светлана Терехова. Так как я, приехав сюда и в городе Фергане, была директором Дома пионеров, всё знала, всё умела. Для меня это было начинание, так сказать, проще, чем кому-то новому. Короче говоря, меня назначили директором Дома пионеров. Менялось время, жизнь. И в сентябре 1991 года Дом пионеров стал называться Дом детского творчества. Сегодня его посещают более 700 любознательных ребят. Это современное учреждение работает по шести направлениям. На базе действует 37 творческих объединений. Ими руководят 22 педагога. Многие из них имеют высшую категорию и работают более 25 лет. В Доме детского творчества я работаю 25 лет. Начинали мы в Доме пионеров, потом перешли, так сказать, в Дом детского творчества, где до сих пор веду два направления – школа дизайна и юный скульптор. Работая с детками, человек сам окунается в мир прекрасного, в мир детства. Дети, мне кажется, это чудесные существа, для которых хочется всё время что-то новое выискивать. И чтобы они в этом мире узнали не за оценки, а для того, просто от души, чтобы они развивались творчески. Каждый ребёнок в Десногорске может здесь найти себе занятие по душе, и им всё нравится. Я хожу в Дом детского творчества уже почти 4 года. На рисование, на бисер и вот сюда ходить на вокал. Мне нравится всегда ходить, потому что здесь очень много детей сюда ходит, и с ними очень весело общаться. Педагогический коллектив гордится своими выпускниками. Некоторые из них вернулись в Дом творчества в качестве педагогов. Впервые в Дом детского творчества, ещё в старое здание, я пришла в 97-м году. В музыкальный театр к Слане Юрьевне Зосиной. И это было что-то новое в моей жизни, потому что до этого 7 лет я училась в музыкальной школе, а здесь произошёл такой прорыв творчества. Мы ставили спектакль «Путешествие мультипульти», в котором вместе со мной играл Сергей Черков, который сейчас блистает на экране наших телевизоров. И тогда мне очень понравилось отношение педагогов к нам в Доме детского творчества. Для меня Дом детского творчества сейчас уникальная возможность передать подрастающему поколению то, чему я научилась, то, что идёт у меня от души. Шесть лет руководит Домом творчества Оксаны Геннадьевны Кондрашенкова. Она тоже выпускница этого замечательного учреждения. Впервые я пришла в Дом пионеров ещё в 1985 году в качестве воспитанницы Дома пионеров. Ну и, видимо, корни идут именно оттуда, с 1985 года. Настолько вот мои детские впечатления настолько яркие остались, настолько мне было интересно, и я просто... Это было как вторым домом, Дом пионеров. И уже, когда я выбирала профессию, я поняла, что я буду педагогом. Ну и так сложилась моя судьба, что я вернулась сюда сначала педагогом дополнительного образования, потом методистом, а через какой-то промежуток времени уже и руковожу Домом детского творчества. Мы поздравляем коллектив Дома детского творчества с юбилеем и желаем успехов, новых побед и достижений. Сотрудники и воспитанники Центра «Солнышко», волонтёры Центра молодёжных инициатив Десногорска вышли на центральную площадь города, где провели акцию «Помощь всегда рядом». Данная акция организована в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, который отмечается 20 ноября. Дети, взрослые и молодёжь разработали и теперь раздают горожанам памятки по правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей. Я это сделала сам. Я положительно отношусь к таким акциям. Чем больше бы их проводилось, я думаю, молодёжь была бы занята другим, не думали о наркотиках и не впутывались подобные всякие провокации. Побольше таких акций и город будет процветать не только наш, но и вся Российская Федерация. А накануне, 18 ноября, состоялась встреча в семейной гостиной «Родительский час». Непосредственно 20 ноября в школах города пройдут классные часы. В центре «Солнышка» будут организованы консультации юриста для несовершеннолетних и их родителей по вопросам защиты и прав детей. Жители города могут воспользоваться предоставленной возможностью и получить социально-правовую и психолого-педагогическую помощь. Итоги недели от ГИБДД области. За выходные сотрудниками ГИБДД пресечено свыше тысячи фактов нарушения правил дорожного движения. Два дня выходных на дорогах Смоленщины проходили профилактические сплошные проверки, в результате которых были пресечены 1045 нарушений правил дорожного движения. Выявлено 24 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. 11 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А в Десногорске было остановлено два водителя с признаками алкогольного опьянения, которые отказались от прохождения мета-освидетельствования. И еще. Госавтоинспекция Смоленской области напоминает. В минувшие выходные в регионе зафиксированы первые заморозки, которые в ближайшие дни будут повторяться. При смене сезонов, в утренние и вечерние часы, на дорогах возможно образование гололедицы. И в случае использования летней резины на колесах это может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Напоминаем, при температуре 5 градусов летняя резина теряет свои сцепные и тормозные свойства. Стражи порядка на дорогах призывают водителей быть предельно внимательными, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать дистанцию между автомобилями. А вот так закрепляют знания по правилам дорожного движения у детей в детском саду Чебурашка. Смотрите наш следующий сюжет. Мы побывали на спортивно-развлекательном празднике у ребят подготовительной группы «Ласточка» детского сада Чебурашка. Этот праздник не просто веселое спортивное развлечение, но и важное для ребят мероприятие. Можно сказать, это экзамен на проверку знаний правил дорожного движения. Поэтому дети немного нервничали. Напряжение было снято веселым персонажем из мультфильма «Проказница и старушка Шапокляк», которая веселила ребят и в шутку пыталась их запутать. Но дети показали отличные результаты, доказав педагогам и родителям, что знают культуру поведения на дороге и разбираются в дорожных знаках. На утреннике ребята не только состязались в спортивных эстафетах и играх, но и отгадывали загадки, читали стихи и пели песни о правилах дорожного движения. Основной целью нашей работы является привитие навыков, знаний, умений именно культуры поведения на дорогах. Завершилось мероприятие спортивным, веселым танцем и сладкими сюрпризами. Высокоскоростная автомагистраль Западная Европа-Китай будет проложена через Смоленскую область. Об этом сообщил 18 ноября губернатор Алексей Островский во время осмотра вводимого в эксплуатацию участка автодороги Р-120 «Орел-Брянс-Смоленск» граница с Республикой Беларусь. В ближайшие годы будет построена суперпропускная магистраль из Республики Беларусь через территорию Российской Федерации в Казахстан и далее в Китай. Этот проект получил письменную поддержку президента. Есть поручения главам девяти регионов РФ, через которые пройдет эта трасса. Трассу планируют проложить через Руднянский, Починковский, Рословский и другие районы в Смоленской области. На Смоленщине продолжится работа по выявлению незаконной миграции. Будут проверять жилые секторы, общежития и гостиницы с целью пресечения фактов незаконного использования иностранной рабочей силы, нарушения миграционного законодательства страны. Работа будет проводиться совместно с правоохранительными органами Республики Беларусь. Уже скоро новогодние каникулы. Как сообщает один из интернет-источников, Смоленск попал в число самых популярных мест для новогодних путешествий. Он оказался в рейтинге самых востребованных направлений на новогодние праздники и разместился на 14-й строчке общероссийского рейтинга. Лидером среди 25 самых востребованных у путешественников направлений стал Санкт-Петербург, за ним Сочи. Санкт-Петербург